Всем привет, мои хорошие! Я начинаю новый влог. Сейчас я иду стричься. В общем, голова у меня сейчас немытая, но они там моют все равно голову. Даже если я помою сейчас голову здесь, они мне возьмут и ее перемоют. Уже было такое, поэтому я и не помыла. Одела платье, на улице жара жуткая. Ну, я думаю, что я, наверное, все-таки пойду пешком. Сейчас посмотрим. Сейчас дорогу перейду и посмотрю. Если будет еще терпимо, то тогда пойду пешком. А если будет нетерпимо на улице, может быть, сяду и проедусь на маршруточке. Две остановочки всего. Вот, сейчас уже пол первого. Я на час записана так, что я уже бегу. Я думаю, что вы меня уже теперь увидите со стрижкой. Потом мне еще нужно будет покрасить голову. Ну, все, пошла. Девочки, решила я все-таки пройтись пешочком. Ну, что-то я пошла какими-то загогулистыми дорогами. Там что-то дорога перекрыта. Но я вижу, ремонт, видно, делается. Я даже слышу, и вы слышите. Поэтому я сейчас вот это обойду. Может, крышу делает. Загородили там. О, вот тут уже потише. Да, я согласна с вами, кто мне написал, что надо гулять, выходить, надо почаще на воздухе быть. Но, честно говоря, я не знаю, то ли я такой уже домашний человек стала. Для меня погода, в принципе, ну, сейчас жарко, например. Дома попрохладней. То холодно, то еще что-то, то ветер мне не так. Я не знаю. Мне как-то вот дома комфортнее. И я не люблю еще гулять бесцельно. Вот сейчас я, например, иду на стрижку, да. Это я уже иду целенаправленно. Знаю, куда иду и зачем иду. А просто так я как-то гулять не люблю. Утром мне некогда. Я обычно утром делаю свои дела. Вечером. Когда уже стемнеет, я не люблю вообще выходить на улицу. Вот. Голуби полетели. Так что вот так. Ну, вот сейчас я решила пройтись. Хоть как-то, хоть так. Все же прогулочка получается, да. Вообще, я сейчас подумала. Сегодня, оказывается, последний день лета. 31 число. Завтра уже все. 1 сентября. Первый день осени. Вот и лето пробежало, да. Как всегда, незаметно. Быстро-быстро. Раз-раз, и лето нет. Жара была. То жара, то мы прячемся от жары, то раз, и лето закончилось. Ну, вот и все. Вот, кстати, школа. В школе 55 лет. С 1965 года. А в этой школе, кстати, между прочим, учился мой муж. Вот. Очень старая такая вот школа. Ну, мы идем дальше. Осталось мне недалеко. И уже не терпится скорее подстричься. Просто уже не терпится. Все, девочки, я подстрелилась. Я на этот раз чуть-чуть сделала по-другому. Но впереди точно так же. А сзади вот здесь убрали все. Сделали покороче. Вот такая ножка у меня. Ну, все, осталось только покраситься, и все. Ой, мне кайфово. Я прямо кайфую. Все, идем дальше. Ой, как хорошо, когда подстрижешься. Какое просто счастье, девочки. Просто счастье. Все, никаких пучеряшек, ничего. Ну, все, домой. Хочу купить арбузик. А сейчас посмотрим. Найду я арбузик. Такой небольшой, но вкусный. Вон там через дорогу есть у нас гараж. И там продают дыни и арбузы. Сейчас туда хочу сходить. А тут у нас и фикс прайс, и петерочка, и пекарня есть. Это вот на молочном. Ой, какая красотища. Надо что-нибудь взять сейчас. Девочки, взяла я арбузик 5-килограммовый. Надеюсь, там будут крупные семечки. И все, взяла овощи всякие разные. В ларечке овощном. Приехала на маршрутке. Девочки, я на маршрутке в этом году еще ни разу не ездила. Но две остановочки, я не стала идти пешком по солнцу, как раз по этой стороне солнце идет. При том, что я взяла уже там арбуз. Поэтому быстренько села на маршрутку и две остановочки проехала. Что я вам хочу сказать. В маршрутке где-то человек 20 было, из них только двое были в масках. Вот поэтому я и не езжу на транспорте. Лучше на такси. Ну, на две остановки я же такси не буду вызывать, правильно? Поэтому села и приехала. Все, хочу домой. Дома сплит включен. Дома есть мороженое. Дома кайфово. Бегу домой. Девочки, решила я сделать котлеты. Я разморозила фарш в свиноговяжьем магазине. Он у меня был в морозилке. Он уже разморозился. Добавила сюда лук и укроп. И немножко чеснока, измельченного в блендере. Еще в блендере я измельчила немножко сухари. Обычно я сухари замачиваю. Но так как у меня влажный фарш, я смотрю, он разморозился, он влажный. Я решила эти сухари не замачивать, а просто их взять и измельчить в блендере. И добавить сюда. А сейчас еще добавлю яйцо и, в общем, соль, перец размешаю и буду уже жарить. Пюре у меня уже готово. Ой, красота! Я что-то проголодалась. Уже не дождусь, когда они не пожарятся. Никогда с укропом не делала. Вернее, делала там чуть-чуть укропа. А сейчас что-то решила побольше. У меня, может быть, потому что укропа много. Но попробую. Но пахнут очень вкусно. Вот такая вот у меня вкуснотища, красотища получилась. Котлетки сочные, салатик со сметанкой, огурчики, помидорчики. Все буду кушать. А вообще котлеты с пюрешкой я люблю прямо с детства. Моя любимая еда. Ну вот, а теперь я решила разрезать арбузик. Арбузик спелый, красный. Я, кстати, хотела, вот я искала давно, арбуз такой, чтобы он был с крупными семечками. Ну, тут они как бы не мелкие, они средние. Но прям я люблю, когда вообще крупные семечки. И тогда я помню арбузы всегда, такие прям сахарные. Но этот я попробовала, он сладенький. Короче, ложечкой сейчас его поем. И все. Всем доброе утро, мои хорошие. Вот я проснулась, короче говоря, пью кофе. И что у меня сегодня? Ну, вот моя стрижечка такая. Все кучери пообрезали. Сзади у меня вот это сделали короткое. Все, я попросила совсем убрать вот этот затылок. Вот, но волосы у меня там темные. Ну, и корни отросли. В общем, сейчас я собираюсь покрасить голову. Потом уже уложить по-своему. Вообще, честно говоря, мне не очень нравится. В парикмахерской, вот когда укладывают, они очень сильно вытягивают волосы. И вот я прихожу домой, а у меня прям как-то вот что-то не так лежит. Я люблю вот это попышнее. Вот, и я поэтому люблю голову перемывать, заново укладывать. Ну, уже я решила, раз мне вчера голову помыли, сегодня ее не красить, вернее, вчера ее не красить, а покрасить уже с утра, и чтобы вот уже все это уложить, сделать красоту. А еще у меня сегодня по планам снять посылочку «Василек». Я до сих пор ее не распаковывала. Я решила это оставить на сегодня, чтобы с утра с новыми силами все это сделать и снять. Поэтому я вчера уже нашла в себе силы приготовить, покушать, чтобы сегодня уже на это не отвлекаться. Все дела какие-то мелкие поделала вчера. И, в общем, сегодня самая главная задача – это покрасить голову, привести себя в порядок, навести красоту, стать для вас красивой-прекрасивой и снять посылочку «Василек». А еще я подумала так, что у меня получается, у меня скопилось на начало недели очень много, как бы, разных видосов, и получается, что у меня часть с короткой стрижкой, получается, часть с ней с короткой, так как вот на понедельник записана была я на стрижку, и все. И хочется, чтобы это все было в каком-то хронологическом порядке, да, чтобы я сначала была не подстрижена, а потом уже подстрижена. Но так как «Василек» уже будет подстриженный, поэтому все видео, которые сняты у меня еще злеими волосами, они должны, в общем-то, по хронологии выйти раньше, да. Поэтому у меня сейчас в начале недели будут видео идти каждый день, а уже после «Василька» я какой-то небольшой сделаю перерывчик. Ну что, давайте приступим к покраске, да, давайте. Сейчас покажу вам, в принципе, чем я крашусь, как я крашусь. Но я уже как-то это снимала, как я наношу краску, я не буду показывать. Единственное, что я хочу на этот раз начать с затылка. На затылке там волос практически нет, очень мало, поэтому я сначала накрашу затылок, а потом уже, как обычно, все буду наносить. Я вам сейчас покажу, какого цвета у меня затылок. Вот здесь вот все поубирали, я попросила, чтобы у меня вот эти все кучери поубирали. Вот эта вот шапочка, ну это вот такая вот у меня стрижка. Сейчас она на темной ножке, потом, может быть, она посветлеет, я надеюсь, хотя у меня обычно всегда затылок темный. Ну, не знаю почему, но всегда он темный. Так что вот так, мои хорошие, все, начнем сейчас покраску. Девочки, как вы уже знаете, я крашусь вот этой краской, Ботаника 10.0, липовый мед называется. Это Фаберлик, что сюда входит в эту красочку. Тюбик, окислитель, это бальзамополаскиватель, перчаточки, ну перчатками я не пользуюсь. И еще я в красочку добавляю ампульный концентрат. Ну, разный беру, сегодня у меня для возрастных волос вот такой. Так, ну все, тюбик давайте выжмем, а тут обратной стороной раз, проткнули, и все готово. Я этой краской крашусь уже давно, она мне нравится. Во-первых, здесь смотрите, какой состав. Репейное масло, масло крапивы, алоэ, вера, фитокератин. Ну, вот такое вот вроде все полезное. И мне кажется, что это такая краска, ну, с какими-то полезными травками для волос, она полезна. В общем, мои волосы чувствуют себя хорошо. Я ее беру, заказываю все время в Фаберлик. Ну и стоит она, в общем-то, недорого. Тем более часто акции, почти все время акции на нее со скидочкой. И она мне выходит там 100 с чем-то, намного дешевле, чем в магазине я брала краски. И все, вот это я взболтаю. И все выливаю. Я краску всегда использую полностью. Я всегда крашу сначала корни, а потом протягиваю до всей длины. И чтобы краску не экономить, чтобы ее на все хватило, я ее полностью все использую. А потом, когда уже смываю краску, вот этим бальзамчиком я ополаскиваю. Ну, я думаю, что этот бальзамчик как раз специально для волос окрашенных. Вот после окрашивания. Может быть, у него какой-то закрепительный эффект есть. Ну, поэтому я его и использую. Так, и вот этот ампульный концентрат. Его можно вот так раз и все. И вот так вот его сюда вылить. Все, хорошенько сейчас все перемешаю и начну наносить с затылка. Я поставила сзади себя зеркало, и чтобы я могла видеть вот свой затылок. Вообще, честно говоря, привыкла я начинать красить всегда спереди. Поэтому мне вот это непривычно. Ну, так как тут волос у меня мало совсем, то почему бы и не начать. В принципе, вот затылок я уже накрасила. Вот так вот, просто-напросто. И теперь начну красить, как я обычно это делаю. Ну, вот, девочки, одну сторону я покрасила. Вторую сейчас покрашу и буду держать 40 минут. Я обычно 40 минут держу. Потом смываю. Ну, вот, девочки, я и покрасила голову, и накрасилась, и такая прямо симпатичная стала. Мне прям сама нравится. Ну, я уже готова к съемкам посылочки Василек. Вот. Волосы прокрасила. Все корни прокрашены. Смотрите. Сзади покажу. Сзади тоже прокрасила все. Сзади немножко посветлее стало, но там волос, он всегда темный, поэтому, ну, что поделаешь, вот такой вот цвет получается. Ну, ничего, мне кажется, это тоже симпатично. Ну, для съемок я одену что-нибудь другое, более яркое. Раз уже у меня такой раскрас боевой, я хочу что-нибудь прям поярче одеть. Какой-нибудь такой разноцветный халатик одену, наверное. Вот и все, мои хорошие. Ну, а теперь я видео хочу вот это завершить, чтобы уже потом в дальнейшем все видео у меня шли вот прям в том порядке, в котором я хочу. Посмотрите на мой образ. Я думаю, вам это понравится, мне тоже нравится, но на самом деле долго с косметикой я ходить не могу. Поэтому я как только сниму Василек, я сразу умоюсь и приму обычный слой вид. Глаза у меня начинают болеть, начинают краснеть, если я хожу уже больше двух часов вот с косметикой на глазах. Поэтому только губки крашу обычно. На этом я хочу свое видео завершить, потому что планов у меня сегодня больше никаких. Вот только съемки и потом сяду монтировать видео. Это видео и следующее видео. Готовить тоже сегодня ничего не буду, поэтому я с Вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и оставляйте комментарии. Я жду Ваших очень хороших отзывов, добрых комментариев. Они мне очень нужны, они мне дают поддержку. Я стараюсь давать поддержку Вам, а Вы мне. Ну и на этом все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok